Друзья, неделя жестко негативная была на рынках, опадают вниз даже вектехи, и в целом индексы биржевые на Уолл-стрит в Европе продолжают сползать. На этом фоне очень хорошим таким ярким пятном высветился отчет по NVIDIA, производитель чипов, прежде всего для искусственного интеллекта. Сами знаете, тема сейчас такая горячая, соответственно, акции на отчете первоначально взлетели почти что на 9% в нерабочие часы четверга, но даже, в принципе, эту динамику, общий, так сказать, негатив рынка постепенно поглотил, и уже буквально к открытию пятницы было всего 2,5% профита, а к концу дня постепенно вообще вся прибавка, она истаяла. Таким образом, видим, что рынок цепляется как за спасательную шлюпку, а по-прежнему за акции компаний, которые круто отчитываются и вызывают горячий интерес, но, тем не менее, даже в этих покупках опасались идеи, что могут выступления глав центробанков на симпозиуме в Джексон Холле, даже не столько сами выступления, сколько их может быть интерпретация, истолкование, добавить общего негатива. Короче, опасаются покупать, еще и слухи продолжаются о том, что, может быть, будут пересмотрены рейтинги вниз неких американских больших банков. Все это вместе взятое сохраняет негатив. А что касается вот этой отчетности производителя чипов, то здесь на самом деле очень-очень крутые действительно цифры. Если посмотреть по выручке, то она вообще-то удвоилась по сравнению с тем же периодом 2022 года и превзошла заметно средний консенсус рынка тоже. Если сдали там 11,5 миллиардов максимум, вышло 13,5 миллиардов. При этом прогноз на следующий квартал – это прибавка еще 2,5 миллиардов долларов по прибыли. В три раза прибыль выросла за полгода, то есть рост спроса на чипы искусственного интеллекта для тестирования различных ботов, для приложений. Все это на самом деле придает компании уверенности, рост бизнеса в целом крупных центров обработки данных по NVIDIA составил 171%. Вот такая безумная цифра в годовом исчислении. Собственно, это и есть большая часть выручки. Почти 10,5 миллиардов долларов она уже составляет. Например, продажи чипов для игр для сравнения выросли на 22%. Они тоже выросли, несмотря на то, что этот рынок считается сейчас стагнирует. То есть, в принципе, отчет NVIDIA, безусловно, способствует тому, что она выступает в качестве мотиватора важного для инвесторов и для других акций, которые могут коррелировать тоже с искусственным интеллектом, связанных так или иначе. Это AMD, например, Advanced Micro Devices, это Microsoft, это Google. Но заметим, что на отчеты NVIDIA существенной такой прибавки надолго ни одна из этих бумаг не получила. Опасения, о которых, собственно, я вам говорил, то есть опасения в целом падения рынка по тем или иным причинам, они преобладают сейчас. И, собственно говоря, если бы вообще не ралли, вызванные искусственным интеллектом, фондовые индексы могли бы, в принципе, столкнуться с гораздо более заметной коррекцией цен со спродажей еще весной. И, собственно, весной и летом активно поддержала рынок именно темы искусственного интеллекта. Тем не менее, мы понимаем, что если даже компании будут существенно расширять свои вложения в эту сферу, то это еще не значит, что даст некую там большую отдачу в краткосрочной перспективе. Например, да и, собственно, если придется, в принципе, бюджет и экономит, то и здесь могут быть какие-то лимит свои. Таким образом, любой триггер на рынке, негативный, он все еще может дать потенциальные проблемы широкому рынку и те, которые я уже упомянул, вещи и какие-то другие черные лебеди. Например, последние новости, связанные с быстрым увеличением числа случаев ковида опять в Северной Америке, да, в легкой форме заболевания, какие-то новые штаммы понаходили, но тоже вызывает тревогу не сам ковид, да. Тот факт, что, например, представители Белого дома американского уже заявили, что они готовы, в принципе, к тому, что новые бустерные прививки нужно делать, соответственно, потянулись понемножку вверх акций разработчиков вакцин, Модерна, в частности, Нововакс, немецкий партнер Pfizer-BioNTech компания. Вот они уже, в принципе, подросли на недели, да, это может быть, в принципе, время наявления, но так или иначе, понимая, что демократы проигрывают выборы следующего года, если они были бы честными, понимая ситуацию сейчас вот с таким условным, да, ну, арестом Трампа, с фотографированием его, с явкой, все средства могут оказаться хороши, в том числе и закрытие Америки на карантин к выборам ближе. Поэтому много здесь всевозможных моментов. Конечно, это не то, что сейчас рынок учитывается в первую очередь, и много мыслей о том, что там в предвыборный год в реальности, но мы не очень пока знаем, что там хочется в Америке в предвыборный год в реальности. Вот, поэтому, так или иначе, много факторов риска на рынке, и стоит, наверное, упомянуть, что даже если вот негативная какая-то составляющая, она вернется, то рынок будет цепляться за спасательный такой островок тех компаний, которые показали максимальный рост капитализации, надежность в это непростое время. И в частности, акции искусственного интеллекта думаются в первую очередь вот таким спасательным средством при любой возможной угрозе штормов на рынке и в экономике. Поэтому, на мой взгляд, даже вот нынешние цены чуть завышенные по сравнению с тем, что было там пару месяцев назад или даже пару недель назад на NVIDIA, это все еще неплохая возможность на самом деле прикупить на перспективу, по крайней мере, среднего срока. Ну, например, там с стоп-лоссом в четверть капитализации выставить там тот же стоп в размере 100 долларов, который уже на акцию, это будет означать риск 100 долларов на акцию. А при этом возможная прибыль, ну, понимаете, что она, по сути, не ограничена, она может быть меньше этих же самых 100 долларов, а может быть и больше. Многие фонды, банки называют целевые уровни и 600, и 800 за акцию на будущее. Соответственно, предугадать, будет ли такой взрывной рост или нет, невозможно. Общее торможение рынка есть, но, во всяком случае, если кто-то и будет расти, то расти будут лидеры. Пока что мы видим, что вниз откатывает даже Apple, но здесь понятная, как бы, за система меньше продаж айфонов, и рынок как бы присматривается к тому, не зайти или с более низкой цены, а не к тому продателю Apple в принципе. Но вот на этом фоне компания NVIDIA смотрится, я бы сказал, одной из наиболее благополучных на рынке. Наверное, можно сравнить с недавним спортом Верх Элилили, например, фармацевтической компанией, которая лекарство разработала эффективное от диабета и хорошо продающиеся, и вот-вот там на подходе средства, облегчающие течение болезни Альцгеймера на одних стадиях. Короче говоря, такие вещи, которые для рынка служат тем или иным мощным стимулом, скорее всего, в них, если что, и будет спасаться большинство. Поэтому даже при снижении широкого рынка, при ставке, скажем, на понижение индексов хеджирующих, одновременное владение акциями подобного компании, на мой взгляд, это хороший баланс сил и для контроля, так сказать, за тем, чтобы соблюдался вот этот баланс сбережений и потенциальной защиты от рисков, и при этом ставки на рыночный рост, в том случае, если в итоге, по итогам, скажем, следующего месяца рынок не снизится, а продолжит вновь восстанавливать силы. Ну и, собственно, остается еще один вариант своего рода самозащиты для инвестора, это спекулятивные сделки на международном валютном рынке, поскольку часть рынка действительно ищет защиты. Ну вот на данный момент в долларе США последние две недели, несмотря на все истории про рейтинг американских банков, про то, что, собственно, основные риски как раз рождаются на американском, как бы, здесь полушарии. Вот, тем не менее, да, это так устроено, и ситуация может меняться, и она часто уже менялась за этот год на валютном рынке. Я мало говорил в этом году про рынок валют, и сейчас, в общем, речь не о курсах доллара или евро к рублю, скажем, потому что это совершенно другая история, и здесь совершенно другие методы хеджа. Я здесь, скорее, предпочитаю истории, что рубли вкладываются в российский, соответственно, там рынок валюта вкладывается в иностранные активы, в связи с тем, что курс высокие обмены не особо сейчас способствует истории, давайте мы как бы купим валюту, а на валюту купим бумаги, большая часть из которых в текущее время проседает. Вот, если говорить именно о международном валютном рынке Форекс, то здесь я, наверное, хотел бы поделиться полезной с вами ссылкой, с учетом того обстоятельства, что мои личные торговые пристрастия, интересы в последние года три, они капитально переориентировались на фондовые инвестиции, поэтому сделки с валютами у меня хотя и бывают, есть, но не так часто, как многим бы того хотелось, в том числе и подписчикам моего блога. Тут как раз вот на меня удачно вышли люди, которых я знаю лично почти 10 лет, они наработали, оказывается, на основе своего опыта весьма приличный автоматизированный инструментарий для планомерной реализации весьма интересной стратегии именно с валютными парами, которые требуют обычно каждодневной работы. Ну вот, они разработали робота, и несмотря на моё в целом, ну, в среднем, скорее, кептическое отношение к автоматизированным системам торговли, здесь я, в общем, имел повод посмотреть и убедился, что действительно роботизированная система, которую они создали, доказала хорошую эффективность. На, по крайней мере, на прошлом накопленном материале, вот последних нескольких месяцев, полгода где-то я лично просматриваю эти результаты, и меня впечатлило. Поэтому, если кому-то придётся ко двору, эта тема, достаточно избалованной в целом, так сказать, аудитории, то, пожалуйста, рекомендую, вот канал, на него ссылка будет внизу. Канал имеет название «Стоп-хомяк», такое забавное название, имею в виду, что часто хомяками на рынках называют людей, которые не в попад, как бы, совершают какие-то сделки, в итоге оказываются где-то на обочине попадают в просаг. Соответственно, вот по ссылке вы можете видеть, что там за стратегией, если кратко, стратегия основана на том, что они открывают сделки против той основной толпы, которая, как правило, работает через брокер валютного рынка, проигрывает деньги. Всем известно, что непрофессиональные здесь спекулянты, непрофессиональные инвесторы, как правило, склонны совершать много ошибочных действий. Вот как раз они отслеживают эту статистику, как это происходит, и на основании этого вырабатывают рекомендации, которые выдает, собственно, автоматизированная система. Поэтому, вот сказать, кому интересно, милости просим. Я еще несколько слов скажу сейчас про то, что выдал Джером Пауэлл в пятницу вечером. Сразу вывод таков, что ничего, на самом деле, сверхъестественного, что поменяло бы концепцию рынка принципиально, он не сказал. Но в целом его речь, она скорее конкретизировала внимание рынка на рисках, опять же. Потому что много было фраз такого рода, например, что дополнительные свидетельства устойчивого роста экономики выше обычного тренда. А он приводил такие свидетельства, включая цифры ПВП, включая силу рынка труда, достаточно большая пространная речь. Такие дополнительные свидетельства, что, грубо говоря, экономика восстанавливается все еще слишком хорошо, они могут подставить как раз под угрозу дальнейший прогресс в области инфляции. То есть, грубо говоря, слишком хороший спрос со стороны людей, которые работают и получают зарплату, и со стороны восстанавливающихся бизнесов, он может привести к дальнейшим всплескам цен. И, соответственно, цитата из Павла «послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики». Вот это как бы основное, наверное, что было сформулировано. И практически с этого же он и начал. За последний год политика уже была достаточно заметно ужесточена. Инфляция со своего пика снизилась, что является весьма отрадным событием. И тем не менее, она остается слишком высокой. Далее он обозначил, что будут больше смотреть и обсуждать базовую инфляцию. То есть, за исключением весьма волатильных цен на энергоносители и продукты питания. Обозначил, что инфляция не так уж заметно снизилась, вот именно что базовая. Там цифры, которые здесь были, пиковые, они не так уж, на самом деле, от них далеки нынешние. 5,4% базовая инфляция по расчетам ФРС на 12-месячной основе была в феврале 2022 года. И 4,3% она была вот в июле сейчас. То есть, на самом деле, она далека от того, чтобы снижаться в район 2%, про который упорно ФРС говорит про эти 2%. И, соответственно, отсюда все вытекающие фразы, которые рынку не понравились. Например, «Предстоит еще многое сделать, чтобы вернуться к ценовой стабильности». Далее, что на ближайших заседаниях мы будем каждый раз рассматривать, насколько устойчив прогресс и требуется ли более ограничительная денежная кредитная политика. Но в любом случае он вел речь о том, что выбор между тем, оставить ли ставки такими высокими, как они сейчас, и, соответственно, ждать дальше, что инфляция может быть снизится, или же, возможно, повышать ставки на каких-то заседаниях. То есть, нигде нет четкого указания на то, что будет это повышение, но при этом говорится на самом деле о том, что по-прежнему политика окажется ограничительной. Он приводит многочисленные примеры, Пауэлл говорит о том, например, как это в жилищном секторе развивается, как это повлияло очень заметно на ипотечные ставки, которые подскочили, соответственно, как снизился спрос в секторе жилья в какой-то момент. И при этом он же говорит, что раз, жилищный сектор тоже в последнее время демонстрирует признаки нового становления, и что, в общем, это тоже скорее вызывает у него тревогу. Ну и, собственно, в завершение речи, которая была на симпозиуме Джексон Холли высказана, вывод, который сделал Пауэлл, тоже, как бы, он, что называется, не блещет определённостью и навевает скорее всевозможные сомнения, опять же, относительно перспективы экономики рынков. Потому что вот фраза, скажем, такая, как это часто бывает, сказал Пауэлл, мы вынуждены ориентироваться под звёздом, под небом, которое затянуто облаками. То есть, грубо говоря, а Бог его знает, что там вообще происходит, да, нормальный вывод. И дальше, цитирую, продолжаю уже, в таких обстоятельствах соображения по управлению рисками, говорит Пауэлл, имеют решающее значение. На предстоящих встречах ФРС мы оценим наш прогресс на основе всей совокупности данных, меняющихся перспектив, рисков, и, основываясь на этой оценке, мы будем действовать тщательно, принимая решение о, внимание, дальнейшем ужесточении, или же вместо этого о сохранении процентной ставки на прежнем уровне, дожидаясь дальнейших данных. Нам потребуется, сказал Пауэлл, стабильность цен для достижения устойчивого периода благоприятных условий, в том числе на рынке труда, которые принесут пользу всем. И завершающая, как бы, фраза, вот в духе любимого ФРС, мы будем продолжать в том же ключе до тех пор, пока работа не будет сделана. То есть, знаменитая until the job is done, только это раньше касалось, непосредственно будем повышать ставки, и сейчас это касается, будем держать их, скорее всего, высокими, а там посмотрим. Ну, первая реакция рынков была снижение быстрое индексов S&P 500 и NASDAQ в пятницу первая, но затем поспокойнее несколько среагировали, потому что, по большому счету, сюрпризов в речи не было, так же, как выступление главы ЕЦБ на том же самом форуме. То есть, по большому счету, нового нет, но рынок продолжают, главы Центробанков, держать в напряжении, соответственно, все, что мы с вами по поводу рисков высказали, по поводу того, что рынок цепляется за бумаги, которые могут дать рост и которые более-менее устойчиво в динамике движутся, и при этом беспокоятся по поводу остальных бумаг широкого рынка, на мой взгляд, в принципе, вот данные выступления оставляют этот важный и главный тезис в силе. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Продолжение следует...